Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня на Кубке Мира были сыграны ответные партии 1-16 финала. И, конечно, центральным поединком стало противостояние Магнуса Карлсона и Винсента Каймера. Напомню, что в первой партии Магнус Карлсон в простом эндшпиле допустил ужасную ошибку, которую исправить не сумел. Каймер праздновал победу и вот во второй партии Карлсону нужно было выигрывать по заказу. Задача очень непростая, так как Каймер молодой и очень цепкий шахматист. В такой ситуации Карлсону нужно было прежде всего получить тот тип позиций, в которой он мог бы, с одной стороны, надеяться на ошибку своего более молодого оппонента, а с другой, в желании непременно выиграть партию, не перегнуть палку самому. И вот соперники сели за доску. У каждого из них своя задача. А мы смотрим партию. Е4 сыграл Карлсон. Е5. Конь Ф3. Конь Ц6. Слон Б5. Испанская партия. А6. Слон А4. Конь Ф6. И Д3. Слон Ц5 играет Каймер. Карлсон связывает коня. И после А6 слон А4, Д6 играют черные. Раньше в этой позиции белые чаще всего играли С3. Но Магнус Карлсон делает новый ход. Сразу ставя пешку на Д4 и после взятия забирая конем. Давление на коня Ц6 вынуждает черных сыграть слон Д7. И Карлсон забирает на Ц6 слоном. Обеспечивает централизованную позицию своей фигуре, стоящей на Д4. Конь Ц3 играет Карлсон. 2-0. Ферзь Д3. И слон Б4. Конь ДЕ2. Ферзь Е7. И тут 16-й чемпион мира играет действительно по-чемпионски. Он делает рокировку в длинную сторону. Теперь Короли находятся на разных флангах. Что конечно предвещает острую борьбу. Карлсон не боится возможной атаки соперника по вертикали Б. Каймер играет по центру. Ладья ФЕ8. Ф3 укрепляя пешку. Ферзь Е5. И в этой позиции Магнус Карлсон допускает серьезную ошибку. Он мог сыграть ладья АШ Ф1. Сохраняя небольшой перевес. Но Карлсон ходом А3 подталкивает соперника к размену на Ц3. Каймер забирает слоном коня. И здесь конечно конем брать нельзя. Последует Ферзя в 4 шаг. И белые остаются без фигуры. Поэтому Карлсон сделал запланированный ход Ферзь бьет Ц3. Приглашая соперника разменять Ферзей. И тут немецкому шахматисту следовало сделать неожиданный ход Конь бьет Е4. Этот тактический удар прошел мимо внимания обоих шахматистов. Если забрать коня пешкой, то последует Ферзь Е4 двойной удар. И черные гарантированно отыгрывают фигуру, оставаясь с лишними пешками. Если же забрать на Е5, то после ладья бьет Е5 картина та же. В случае ФЕ ладья бьет Е4 двойной удар. Поэтому белым лучше отойти конем на Ф4. Но черные отскакивают атакованным конем на С5, сохраняя лишнюю пешку и создавая угрозу Ж5. Но Винсент Каймер прошел мимо этого шанса. И согласился на переход в Эншпиль. Забрал на С3. Конь бьет С3. Сейчас угрожает взятие на Ф6. Поэтому конь отходит. Ж4. Ф6. В итоге получилось абсолютно равное многофигурное окончание. Но несмотря на ужасную ошибку в прошлой партии. Магнус Карлсон верит в свое умение виртуозно разыгрывать такие позиции. Все же на доске достаточно много фигур. И шансы обмануть Винсента Каймера у Карлсона есть. Конь Ф8 играет немецкий шахматист. Слон Ж3. Конь Е6. Х4. Король Ф7. Х5 играет Карлсон. И после ладья АД8. Также ставит ладью по центру. Черный играет слон С8. С целью перевести слона на Б7. Ладья Д3. Слон Б7. И белые играют конь Б1. Конечно на С3 конь особо не работал. Поля Б5 и Д5 были недоступны. Черные конечно не спешили бы сыграть сразу С5. Ну а теперь после того как конь отошел на Б1. С5 сыграть самое время. С4 играет Карлсон. В ответ на конь Д4 он готов подорвать опору коня ходом Б4. Поэтому слон С6 играет Каймер. И на Б3 ставит ладью на Б8. Теперь уже угрожает ходом конь Д4 с двойным нападением на пешку. Поэтому слон Ф2. Ладья Б7. Черные готовят сдвоение ладей. Конь Д2. Укрепляя пешку Б3. Ладья ЕБ8. И слон Е3. Противопоставляя слона черному коню. Соперники играли весьма грамотно. И из равной позиции вновь получилось равное. Каймер отходит королем на Ж8. Король С2. Конь Д8. Предыдущим ходом черные освободили поле для коня. Далее. Ф4 играют белые. Создавая угрозу Е5. Черные начинают активизироваться на ферзевом фланге. Е5 играет Карлсон. Произошел размен. И конь Ф7. Укрепляя пешку Д6. И в то же время нападая на белую пешку Е5. Карлсон играет слон Ф4. И происходит размен. Слон вьет Е5. Заслуживал внимания ход ладья Е8. Чтобы отогнать слона. И уже после размена одной пары ладей. Сыграть А4. Провоцируя дальнейшие размены. И как следствие упрощение позиции. Но Каймер А4 сыграл сразу. Карлсон поставил слона на С3. И после АБ заблокировал пешку своим королем. Говорят, что король плохой блокер. Но это в том случае, если у соперника есть возможность поставить шаг. Здесь же белый король чувствует себя достаточно неплохо. Надежно блокируя пешку Б3. И одновременно, вместе с конем, нападая на нее. Главные стратегические плюсы позиции для белых состоят в том, что они сумели образовать слабую пешку С5 в лагере соперника. И получить отдаленную проходную пешку А3. Вторжение на Е7 неприятно. Поэтому ладья Е8 играет Каймер. Происходит размен с отвлечением слона. И ладья Д5, нападая на пешку. Но Каймер ходом слон С6 подгоняет белую ладью. А после взятия идет на Д7. Гарантированно забирая пешку Ж4. Карлсон играет слон Д4. Взятие А4. Вперед двинулась проходная пешка белых. Что делать черным? Их позиция по-прежнему достаточно неплоха. Можно было пойти конь Д8 с целью поставить вилку. Но Каймер повел коня на Ж5. Перекрыв пятую линию и планируя забрать пешку. Карлсон играет слон Е3. Атакуя коня. Здесь вполне можно было забрать на Аш5. На что белым лучше даже не брать на Ж5 сразу. А пойти А5. Далее такой вариант. Ладья Б4. Взятие на Ж5. С атакой слона. Тот отходит. Ладья Е5. Брать на С4 плохо. По причине король С3. Двойной удар. Поэтому слон отходит. Далее король А3. После отхода Ладьи наконец забираем пешку. Король Ф7. Получается вот такая позиция, в которой у белых минимальный перевес. Выиграть такое положение Карлсону было бы крайне сложно. Но Каймер сделал иной выбор. Он все-таки решил разменять коней. И пошел коня Ф3. Карлсон согласился на размен. Имея в виду тот факт, что на доске, кроме слонов, есть еще и Ладьи. Магнус сделал свою ставку. Он хочет переиграть соперника при таком материальном соотношении. Но удастся ли это сделать норвежцу? Позиция все упрощается и упрощается. И ничья для Каймера становится все ближе. Но положение все еще по-прежнему довольно сложное. У белых главный козырь, проходная пешка А, которая продолжает двигаться вперед. Ладья Б4 играет Каймер. Слон Д2. Ладья А4. И наконец взятие на Б3. Слон Д1 играет немецкий шахматист, прогоняя белого короля. И ставит пешку на С6. Конечно, пешки А5 и С6 неравноценны. Поэтому Каусен и не думает о взятии черной пешки. А ставит короля на Д4. Теперь пешка А5 защищена слоном. Поэтому Каймер играет слон Ф3. Слон С3 играет Магнус Каусен, начиная присматриваться к пешке Ж7. К этому моменту Каусену постоянным давлением на соперника удалось загнать его в цейт нот. Позиция по-прежнему весьма непростая и все эти факторы, сложившись, дают результат. На 52-м ходу Каймер наконец допускает серьезную ошибку. Компьютер пишет о том, что черным нужно было сыграть слон Е2, отдавая пешку С6, но играя просто КФ7. И на А6, КЕ7, несмотря на то, что у белых две проходные пешки на ферзевом фланге, пройти вперед они вряд ли сумеют. Потому что белые фигуры связаны их защитой. Но, конечно, находящемуся в цейт ноте Каймеру было очень сложно решиться на такую позицию. Поэтому немецкий шахматист просто отошел слоном на Ж2. И тут Магнус Каусен сделал очень точный ход Ладья Ф5. Хотите верьте, хотите нет, после этого движения белой ладьи, позиция черных сразу же стала безнадежной. Каусен взял под бой важнейшее поле Ф1, не давая черным поставить сюда слона и связать белые фигуры атакой пешки С4. К тому же Каусен освободил поле С5 для своего короля, который уже готов поддержать проходную пешку А. Если черные сыграют слон Д5 с целью атаковать пешку вот таким образом, то белые просто отдают качество. И позиция после король бьет Д5 оказывается для черных проигранной. Например, король Ф7, король С5. Это даже сильнее, чем немедленная С4, С5. Ж5 играют черные. Взяли на проходе. Король Б5, ладья отходит. А6, Х5, С5, Х4, С6. Нужно переводить ладью на восьмую горизонталь. Далее слон Б4 и после Х3 белые успевают спокойно задержать пешку, продвигают короля вперед и побеждают. Поэтому Каймер решил атаковать ладью ходом слона Х3, но та сохранила свою позицию на линии Ф. На Ф4 отошел Карлсон. Слон Е6, но теперь король С5. У Карлсона все срастается. Он защитил пешку С4 и начал двигать своего короля. Ладья А3, король Б4, далее король Б3, ладья Е2 и А6. Белым удалось согнать ладью с вертикали А и проходная пешка решает исход партии. Каймер хватается за голову, думает, но ничего не получается. Ровно так же, как ничего не получалось у Карлсона в предыдущей их партии. Слон Х3, А7, ладья Е8, ладья Е4. Простое отвлечение, загоняет черную ладью под пешку, ладья белых становится на Е7. Откуда она не только защищает свою пешку на ферзевом фланге, но и атакует вражескую пешку на фланге королевском. Каймер пробует связать свои фигуры ходом С5, хочет сыграть слон Ж2, но простой ход ладья Б7 с угрозой ладья Б8 заканчивает партию. Здесь Каймер сдался, потому что если пойти слон Ж2, попытка защитить ладью после ладья Б8, далее отход королем. Белые просто играют ладья Ж7 и забирают слона. Вот такое замечательное, спортивное и творческое достижение Магнуса Калсона. Конечно, в таких условиях выиграть партию по заказу сумеет лишь величайший шахматист. Конечно, в миттельшпиле он допустил грубую ошибку, но ход конь Е4 не заметил ни Карлсон, ни его соперник. В конце концов, Карлсону удалось затянуть Каймера в непростое окончание с разноцветными слонами при ладьях, создать давление по временным показателям и в конце концов вынудить ошибку соперника, которая была использована норвежцем блестяще. Благодаря этому реваншу Карлсон сравнял счет в матче 1-1 и завтра нас ждет увлекательный тайбрейк. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание, до свидания.